Яркий слоган, как призыв к действию. Сегодня юные защитники природы обратились к горожанам, чтобы помочь природе. Ребята-активисты эко-клуба развесили в парке Победы агитационные плакаты, но прежде сами дети выступили авторами текста. Затем, как менялся облик парка, наблюдала наша съемочная группа. Надписи, которые красуются на табличках, были созданы детьми в рамках городского конкурса. Среди предложений от 80 юных участников отобрали яркие 10 фраз, которые, по мнению организаторов, должны изменить мир. Подобная акция проводится третий год и уже доказала свою эффективность. Все любят отдыхать на свежем воздухе, но не все любят убирать за собой мусор. Чтобы как-то добиться чистоты, мы развешиваем информационные таблички. Периодически совершаем рейды и смотрим за состоянием мест отдыха наших челнинцев. И таблички работают, мусора там нету по сравнению с другими местами. Парк Победы как место массового скопления людей ребята посчитали наиболее удачным для размещения табличек. Мы выбирали места, чтобы всем было видно. Говорим городу, что нужно экологию как бы улучшать, и что если мы же будем улучшать эту экологию, то в городе город станет чистым, воздух свежим. Юные экологи повесили таблички на входе в парк, на деревьях и фонарных столбах. Все, чтобы люди прочитали эти детские призывы и главное, приняли их как руководство к действию. Думаю, что она будет работать, потому что все равно, когда ты видишь или тебе говорят что-то, что нужно сделать, ты все равно стараешься исправить, чтобы было лучше. Она нам уже помогала, мы ей были на роднике в лесу, вешали, и там сейчас намного тише. Мне кажется, что люди поймут, что надо убирать, и потом в будущем, чтобы наши дети всему это радовались. Объявленный год экологии только начался, а у активистов эко-клуба уже множество планов, ближайшие из которых раздать наклейки с эко-призывами автомобилистам. Ксения Шулакова, Андрей Буслаков, Челны 24.